Привет всем из Токио! Вы на канале о моде, красоте, июнь месяц, с наступившим вас летом, друзья! А сегодня в этом видео, как всегда, мы с вами отправимся в магазин, посмотрим модные коллекции, новинки люксовой косметики, что сейчас в продаже и что можно будет купить позже. Заглянем, конечно, в отдел деликатесов, протестируем пирожные с чаем, аксессуары, солнечные очки. Посмотрим, что я выбрала. Также распаковочка от бренда Hermes, на этот раз это обувь. Перешла на легкие летние средства, уход для лица. Показываю, чем пользуюсь. И еще приготовим вместе с вами пиццу, но не простую, а пиццу без муки, низкоуглеводную. Кето-пицца. Приятного вам просмотра, друзья! В июне месяце в Токио цветут гортензии. Такая красота просто невероятная. Разных цветов. Синие, белые, розовые. А это я в новом образе, который мы вместе с вами подобрали в прошлом видео, в ярком, самом модном цвете этого сезона. А я сейчас, друзья, на самом деле в отделе нижнего белья. Это бренд Wacom, японский. Люксовая линейка называется вот так вот, Yui. Красивые модели здесь есть. Помимо разных маячек нижнего белья, можно видеть в продаже одежду из кружева. Юбка и блузка. Такой интересный цвет. Бежево-розовый. Заглянула в отдел, где продаются солнцезащитные очки. Chanel, Cartier. Много разных брендов. Сейчас я примеряю Cartier. Хотелось бы что-то легкое. Модель типа авиаторов. Небольшой размер. Не такие большие, как Ray-Ban, например. Они к моему типу лица совсем, кстати, не подходят. А вот такие небольшие, в принципе, неплохо. Здесь много металла. Померила еще одни. В этой модели практически металла нет. Но скучновато. Обычная классическая модель. Классические стекла. И третий вариант от Cartier. Черное с золотом. Тоже модель в небольшом размере. Посмотрим Chanel. В этом магазине представлено очень много моделей. Актуальных сейчас. Но не только новинки этого сезона. Но и прошлого, позапрошлого. Также в синим матовом цвете. И классические ремешки, продернутые в стиле Chanel. Вот эти интересные. Прозрачные. Внешне кажется, что они светло-серые. Но это прозрачный пластик. Неплохо смотрится к лицу. Пишите в комментариях, какая модель вам больше всего понравится. Такие стоят 49 500 японских йен. 360 долларов примерно. Из такого же прозрачного пластика. Еще модель более круглой формы. Но предыдущие, по-моему, были лучше. Посмотрите, какой сюрприз. В бутике Chanel подарили вот такие красивые цветы. Белого цвета, розы, гвоздики. Композиция в форме шара похожа на жемчужину, да? Николай Бергман. Известный дизайнер, флорист, француз, популярный в Японии. У него здесь своя школа есть. Цветочные магазины. Вот такая красота. Цветы свежайшие. Видно, что самые лучшие отопраны. Очень красивый букет. Поставлю его здесь, чтобы вы тоже наслаждались. А сейчас я вам покажу косметику. Уход для кожи, который я сейчас начала использовать летом. Более легкий. Лосьон, в принципе, у меня остался тот же. Это линейка Синаактив от Кле-Де-По. Очень он мне понравился. Такой тяжелый люкс японский. Сразу после умывания в японской системе по уходу за лицом, первым этапом наносят лосьон. Это увлажнение для кожи. Далее при необходимости наносят сыворотку и закрывают сверху кремом. Покажу вам текстуру этого лосьона. Он жидкий, немного скользкий. И очень приятная текстура. Линейка Синаактив это антивозрастной уход. Самый лучший в бренде Кле-Де-По. Придает упругость кожу, улучшает цвет лица. И даже снимает отечность. Это линейка. Далее я буду использовать сыворотку от японской высокотехнологичной марки Гензотомата. Сыворотки молодости. Разработка этого бренда единственный в мире неразбавленный концентрированный раствор стволовых клеток, полученных из дамасской розы. Они продаются вот таким набором. 4 штуки. 2 розы и 2 сыворотки кактус. Тоже концентрированный раствор стволовых клеток. Заметно улучшают текстуру кожи, цвет лица. Буквально после использования неделю. Уже заметен результат. Используют их так. Два раза в день, утром и вечером, сразу после умывания, можно нанести сыворотку тонким слоем. Либо смешать со средством, которое вы наносите первым. Обычно это лосьон. Буквально несколько капель добавляют. Давайте откроем новый флакон. Тоже от японского бренда Гинза Томата. Называется All-in-One гель. Чиеку. Прошлым летом пользовалась этим средством. Мне очень понравилось. Это гель все в одном, который вы наносите сразу после умывания. А дальше смотрите сами, какая у вас кожа. Если сухая, то сверху можно нанести крем. Можно смешать с концентрированным раствором стволовых клеток. Что я сейчас и делаю. Добавляю в гель несколько капель сыворотки, розы. Смешиваем и наносим на кожу. В общем, два варианта, как использовать такую сыворотку. Либо тонким слоем на чистую кожу лица. И сверху крем, например. Либо смешав с каким-то легким средством. All-in-One гель имеет очень легкую текстуру. Я использую его жарким летом, днем. Текстура не липкая, очень приятная. Хорошо на него ложится макияж. Свежий, увлажняющий, не ощущается на коже. Даже очень жарким летом, когда повышенная влажность. И обычная текстура крема может слишком тяжело ощущаться на коже. Гинза томата высокотехнологичный бренд, который разработал и запатентовал плаценту из дамасской розы. Здесь тоже она входит. Также в составе порошок самого лучшего жемчуга японского окоя. Гиалуроновая кислота, экстракт дамасской розы и плацента из дамасской розы. Средство очень легкое, поэтому для области глаз можно дополнительно еще использовать крем. У меня еще осталось средство от Канебо. Морщины, лифтинг. Называется она тоже сыворотка, но текстура типа крема легкого. Серым используется на проблемные зоны, где есть морщины. Под глаза, носогубные морщины, лоб. Лечебная сыворотка глубокого действия. Содержит коллаген, гиалуроновую кислоту и активный компонент неоцинамид. Оригинальный растительный комплекс масла. Вот такой дневной уход у меня сейчас. Уже готовлюсь к жаркой погоде. Вечером я использую либо легкий крем, либо эмульсию для лица. А днем самые легкие текстуры. Летом, днем, конечно, я использую средство с защитой от солнца. Самое лучшее в Японии сейчас. От Канебо называется Вилл оф Дей. Защита от вредных солнечных излучений SPF 50, PA++++. Это средство очень комфортное для города. Увлажняющая сыворотка, что невероятно для SPF защиты. Обычно многие средства сушат кожу. Но японские бренды, конечно, достигли совершенства. Средство абсолютно прозрачное, не оставляет никакой белизны на коже. Увлажняет, питает, сохраняет увлажнение в коже весь день. Защищает кожу от двух видов лучей, UVA и UVB. Высокая степень защиты. Посмотрите, какая текстура. Абсолютно прозрачная. Очень комфортно ощущается на коже. 75% ингредиентов на водной основе. Приятно обволакивает кожу и увлажняет в течение дня. Каждый день в течение многих лет использую вот это средство от Sensai для губ. Называется Total Lip Treatment. И давайте откроем новую коробочку, потому что предыдущая у меня закончилась. Это шелковистая антивозрастная эссенция для губ и для области вокруг губ. В составе всех средств от бренда Sensai входит японский шелк. Самый лучший, предназначенный для императорского двора. Называется Koishimaru. Эту эссенцию можно использовать на ночь. Одно нажатие помпы, делать массаж. С утра и в течение дня я использую очень маленькое количество, половину нажатия помпы. Потому что далее я буду делать макияж, очень хорошо увлажняет. Ни один бальзам не делает такой эффект, как эта эссенция. Также она расслабляет мышцы. Контур губ становится более четким. Губы увлажненными, более припухлыми. И борется с морщинами вокруг губ. Прекрасный тритмент, очень люблю его. Вот такой у меня сейчас летний дневной уход. Для кожи средства легкие, с невесомой текстурой, но с хорошим действенным составом. Косметика ложится очень хорошо на такие средства. Не течет, хорошо держится. А сейчас у нас с вами распаковка, друзья, от бренда Hermes. Оранжевый пакетик, который поднимает настроение. Покажу вам, что выбрала в этот раз. Пошуршим немного вместе с вами. На фирменных лентах написано Hermes 2023. Логотип колесницы, запряженная лошадь. Итак, давайте посмотрим, что в коробочке. Обувь всегда упаковывают в тканевые мешочки. И в этот раз я выбрала опять свою любимую модель. Она такая комфортная. Мне удобнее в них даже, чем в кроссовках. И много подо что подходит. До этого у меня такие были в коже. Но, вернее, они есть, конечно, в розовом свете. А эти из ткани. Плотная ткань. Не знаю, как такая называется. Пишите в комментариях. Светло-серого цвета. И буква H черной. Подошва также черного цвета. И здесь уже резиновая. Есть вставка оригинальная. Не нужно ставить профилактику. Обувь от Hermes, производства Италии. 37 размер я беру. Он мне идеально подходит. А в Chanel я чаще выбираю 37,5. Наклейки нужно снять. И посмотрите, буква H матовая. Недавно обнаружила. Кроссовки от Hermes белого цвета покупала. И на них металлическая фурнитура была заклеена. Я не заметила. И ходила у них несколько месяцев. Представляете? Мы вместе с вами, кстати, распаковывали. Всегда снимаю. А в тот раз забыла. Но здесь видно, что наклеена пленка. Потому что металл черного цвета. Еще за последнее время покупала летние сандалии. Я покажу вам в одном из следующих видео. Мне нравятся обувь Hermes. Она очень комфортная. Но сандалии шлепкие. Такие с буквой H. Они самые популярные. Все их покупают. Мне не подходят. И в бутике летом огромный выбор таких сандалий. Разного цвета. Из кожи. Из ткани. Но я выбрала другую модель. Покажу вам в следующих видео. Ну, в общем, вот такие макосины, друзья. Очень красивые. Цвет подходит много под такую одежду. Удобные, мягкие. Думаю, часто буду их носить. Давайте померяем. Вот так они смотрятся на ноге. Удобные, комфортные. Хорошо сочетаются и с брюками, и с юбкой тоже. Вот такая покупочка, друзья. А сейчас мы с вами будем готовить пиццу. Но не простую. Акета. Пиццу, подходящую для диеты. Низкоуглеводной. Я ее соблюдала несколько месяцев. Как вы знаете, похудела уже на 6 килограмм. Хлеб, мочные изделия. Рис, сладости. Нельзя употреблять на этой диете. Также нужно смотреть в овощах и фруктах содержания углеводов. Сегодня мы с вами используем для теста низкоуглеводную цветную капусту. Сыр. У меня осталось не так много сыра. Это моцарелла. Твердый сыр. И цветной капусты нужно такое же количество или чуть больше. Поэтому я отмерила чашкой, сколько у меня сыра. Но я буду делать небольшую пиццу. Цветную капусту моем и измельчаем. Можно это сделать блендером или просто натереть на терке. Сыр для теста также берут измельченный. У меня уже был готовый. В пакетах продается натертый сыр. Отмеряю цветную капусту. Такое же количество, как сыр. И плюс еще половину чашки. Высыпаю ее на бумагу, чтобы немного впиталась лишняя жидкость. Но в принципе это не обязательно. И добавляю еще полстакана. В общей сложности получается чуть больше капусты, чем сыра. И далее два яйца сюда разбиваем. Цветная капуста, сыр, яйцо. Все перемешиваем. И не поверите, друзья, тесто готово. Интересно, что же из этого получится. Соль я не добавляла, потому что сыр соленый. Можно добавить сухого чеснока немного. Выкладываем на противень, застеленный бумагой. В тесте сыр, поэтому оно будет достаточно жирное. И смазывать противень маслом не нужно. Разравниваем. По краям делаю более высокие бортики. Тесто жидкое получилось, но не волнуйтесь. Отправляем в духовку. Я поставила на 15 минут 200 градусов. Ну, смотрите сами, какая у вас духовка. Начинка для пиццы может быть любой. Я к видео, как всегда, не готовилась, поэтому в холодильнике нашла только сосиски и помидоры. Тем временем 15 минут прошло. Посмотрите, какой получился корж. Еще я делала овощи. Здесь лук, морковь, сладкий перец, томаты и много баклажанов. На пиццу, друзья, соус нужен обязательно. Смазываем либо готовым соусом, либо можно приготовить самим. Из томатов чесночок, оливковое масло, базилик. Я, когда готовлю сама, часто использую помидоры из банки. Пилати итальянские. Добавляем разные вкусности. Все, что у вас есть в холодильнике, с чем вы хотите сделать пиццу. У меня было немного колбаски, вяленые помидоры, сосиски и свежие помидоры. Еще из баночки добавляю вкусную смесь. Недавно купила оливковое масло, сыр пармезан и мелко нарезанные вяленые помидоры. Обязательно базилик, если нет свежего. Пасту или сухой базилик засыпаем все сыром. И опять в духовку 220 градусов я поставила на 15 минут. Вот такой вкусный овощной рагу получилось с томатным соусом. На оливковом масле его жарила. Я люблю есть его холодным. Добавляем каперсы и оливки. Итальянское блюдо называется капунато. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Пицца готова. Углеводов здесь практически нет. Сахара нет. Единственное, что если вы используете готовый соус, то смотрите обязательно состав. Потому что многие готовые соусы, они с сахаром. А если будете делать сами, то добавляйте в блюдо сахарозаменитель. Или тритол, например, натуральный. Какая красота! Давно я не ела пиццу. На вкус тесто получается очень интересным. Если не знать, что там добавлена цветная капуста, очень сложно понять. Сыр, он чувствуется, конечно. Тесто получается таким более жирным, чем из обычной муки. Но все равно оно похоже на хлеб с сыром. Хотя муки ноль. Показываю вам красивые тарелочки. Недавно покупала тоже Hermes бренд. Ну, в общем, друзья, пицца получилась очень вкусная. Зависит, конечно, все от наполнения. Главное соус, сыр сверху. Тесто у меня получилось, конечно, такое более толстое. Я привыкла есть такую итальянскую на тонком тесте. Здесь тесто по ощущениям кажется как будто на более толстом тесте. Пицца с сыром. В общем, очень вкусно. Мне очень понравилось. Готовьте, если вы на диете или у вас сахарный диабет, такие рецепты, конечно, отличные. Готовьте и худейте. Без сахара, без углеводов, без муки. Получается вот такая невероятно вкусная пицца. Из косметики в этом видео хотел вам показать еще праймеры под макияж базы. Я обычно пользуюсь жидкой тональной основой. И есть самые популярные праймеры для придания сиянию. Используя такой праймер, даже самая сухая кожа на внешний вид выглядит сияющей, отдохнувшей, холеной. У этого праймера Декорте достаточно сильное сияние. Покажу вам текстуру. Я использовала его зимой. Летом, конечно, когда жарко, уже не хочется такого блеска. Сейчас я уже другой праймер использую, покажу вам тоже. А это настоящий спаситель для сухой кожи, если вы хотите сделать ее внешне более вот такой вот сияющей. Посмотрите, даже на дневном свете видим вот этот вот нежный отлив. Как будто натуральное сияние сильно увлажненной кожи. Японский бренд Декорте называется Рози Глоу Райзер. С утра на кожу наносите свой уход. Сверху вот такой вот праймер. Одного нажатия помпы на все лицо хватит. И тональную основу. Защита от солнца SPF 20, PA2+, текстура очень нежная, увлажняющая. И еще две базы с сиянием, но более умеренным. Это Суку и Канебу. Такие праймеры более универсальные. На все сезоны подойдут людям не только с сухой кожей, но и с комбинированной, например. Придает очень легкое нежное сияние. Наносится также под тональную основу. Японский люксовый бренд Суку. Тритмент эссенс праймер. Светло-розового цвета, но при распределении практически никакого оттенка. Не видно прозрачный. С нежным, очень красивым, деликатным сиянием. Делает внешнюю кожу красивой. Уходовые компоненты, конечно, входят масла. Масло камелии, примулы вечерней, абрикосовые косточки. Часто пользуюсь этим праймером. Приятная текстура, хорошо на него ложится тональная основа, увлажнение и сияние кожи. И еще один праймер. Называется Treatment Glow Primer от Канебу. Сегодня я вам показываю те, что чаще всего использовала. Этим праймером тоже много пользовалась. Он у меня уже заканчивается. Посмотрите, похожий оттенок при нанесении. Светло-розовый. И эта база под макияж тоже имеет примерно такое же сияние по насыщенности. Очень деликатная, нежная, красиво подсвеченная. Также тональная основа ложится лучше. Здоровый цвет лица. Свежесть, сияние, гладкость. SPF защита небольшая. Здесь 18 и PA+++. Нежные, приятные ароматы. Не навязчивые в японской косметике. И последний праймер, который я вам покажу в этом видео. Использую его второй год, только летом. Настоящая находка для жаркого лета и влажного климата. Когда потеешь, косметика течет. В Японии очень влажный и жаркий климат, как в сауне. Ощущение именно такое. Как будто зашли в влажную сауну. В помещениях, в транспорте, конечно, везде кондиционеры. Но на улице, так, чтобы косметика не потекла, наверное, больше 15 минут находиться невозможно. И вот этот праймер, он очень хорошо держит тональную основу. Меньше потеет лицо. Не появляется жирный блеск. Флакон с праймером нужно обязательно хорошо взбалтывать. Он имеет вот такой вот персиковый, наверное, бежево-персиковый цвет. Он борется с плохим цветом лица, с синеватым оттенком. Придаёт сияние и ровный тон. Посмотрите, блеска в этом праймере нет. Он предназначен именно для уменьшения блеска. Видимость пор, неровности кожи. Невесомая, лёгкая текстура. Сливается с кожей, не ощущается на лице. Находка для жаркого лета. Если вы собираетесь в отпуск в жаркие страны, или, может быть, живёте в такой стране, рекомендую праймер Canebo Even Fit Primer. Называется SPF 28 PA++. У него защита. Вот такие сегодня я вам показала праймеры. Декорте для сухой кожи рекомендую. Особенно зимой. Сухой климат. Супку и рядом Canebo. Праймеры с сиянием, но не с таким явным. Подойдут для всех типов кожи. Для сухой, комбинированной, комфортной, увлажняющей текстуры. И зимой, и летом. Прекрасный вариант. И на очень жаркий климат и влажную погоду. Либо у кого может быть жирная кожа, например, чтобы тональная основа держалась лучше. Это четвёртый вариант. Canebo Even Fit Primer. Ссылки, где можно приобрести японскую косметику, как всегда, оставлю внизу под этим видео. Смотрите, в какие страны есть доставка. Друзья, я вам показываю свой аутфит. Образ дня. Мы с вами опять отправляемся в магазин. На мне новые макосины Hermes. Рубашка. Тоже вместе с вами выбирали в бутике Бабари. Сумочку взяла классическую Chanel. В чёрном цвете очки. Очень удачная модель. От Louis Vuitton. Несколько лет уже их ношу. Они очень лёгкие и удобные. А брюки влезла, старые брюки, которые не носила уже лет 5, наверное. Скини джинсы с рисунком от Gucci. Покупала их уже очень давно, лет 10 назад. Но носила мало. А сейчас похудела, теперь поношу. Красивый рисунок у них. Они длиннее, на самом деле. Я подвернула внизу. Вот такой образ дня получился. Расслабленный, но красивый. Добавила украшения в золотом цвете от Vuitton. Сейчас мы с вами находимся недалеко от Токио-станции. Здесь построили новый отель. Шикарный пятизвёздочный Булгари. Он находится сразу рядом с Токио-станцией. Вот там буквально через дорогу железнодорожный вокзал. А мы с вами в Департмент Стоа, в Универмаг, Даймару. Отправляемся. Сегодня такая хорошая солнечная погода. Но скоро уже сезон дождей. В июне месяце сезон дождей. Посмотрите, в униформе это работники станции Токио. Может быть, даже проводники на скоростных поездах. Даймару состоит из двух зданий. С левой стороны здания на первом этаже Louis Vuitton и Prado-бутики. А здесь, друзья, раньше продавали аксессуары и мои любимые носочки. Я всегда здесь их покупала. Перенесли. И сейчас здесь тоже бренды. Данхилл. Второй этаж. Миу-Миу, Фенти, другие дорогие люксовые бренды. На третьем этаже много обуви. И мои любимые носочки перенесли на этот этаж. Но сегодня мы с вами не пойдем смотреть. Хочу заглянуть в косметику и одежду. Японские бренды, которые не идут на экспорт. Насколько я знаю, продаются только здесь. Они не очень дорогие. Давайте посмотрим летние коллекции. И что вообще продается в таких марках. Милейшие легкие летние блузки с рюшечками. Такая юбка прозрачная. С грубыми ботинками бы здорово сочеталась. Марка Дизель. Тоже здесь на этом этаже. Удобная обувь. И еще одежда. Тоже это японские бренды. Посмотрим, какие марки представлены на третьем, четвертом и пятом этажах. Сегодня я смотрю брюки. Потому что то, что у меня есть, что я покупала за последние три года, как поправилось, оно мне сильно велико. Вот такие варианты. Голубой, желтый, зеленый цвет. Классические укороченные брюки. Но качество ткани не очень мне понравилось. Цена 17900. Это в долларах примерно 130 долларов сейчас. Летние футболочки, блузки. Кораллово-оранжевый цвет. Свободный рукав. Много пастельных базовых цветов. И ярких в том числе. Но мы с вами отправляемся дальше. Вот такая одежда на манекене. В ярко-оранжевом цвете платье. Объемная, широкая. На том этаже ничего мне не приглянулось. Поднимемся выше. Здесь на зеркале надпись Токио. Люблю делать селфи в это зеркало. Вижу что-то розовенькое. Давайте посмотрим. На манекене узкие брюки. И длинная туника в клетку. В спортивном стиле. Здесь классический костюм. А я хотела посмотреть что-то салатовое и ярко-розовое. Название брендов я стараюсь вам показывать. Вот брюки розового цвета, яркого. Фасон хороший, но ткань тоже не очень. Хотя на ощупь она кажется более натуральной, чем предыдущая. Цена такая же. 120-130 долларов примерно. На такие бренды, конечно, бывают сейл, скидки. Летний сезон распродаж проходит в Японии в июле. Начинается с самого начала месяца. И проходит до середины августа. Летние вещи можно купить на распродаже. Со скидкой сначала 30%, потом 50%. Ну, максимум 70%, наверное, бывает в таких брендах. А в дорогих, люксовых, всемирно известных брендах не везде распродажи бывают. В тех, в которых и бывают, остается очень мало интересных вещей. Вот это тоже японская марка, японского производства. Называется Анай. Я здесь как-то покупала жакеты. Даже два жакета. Они шьют из очень хорошей ткани, из твида. Ткань такого же бренда, что и Шанель. Очень довольна покупкой. Летняя коллекция здесь сейчас представлена. Много одежды из легкой ткани, на жаркое лето. В этом сезоне в моде длинные юбки. Платье не миди, а именно макси длины. Ну, или совсем мини. Тоже красивый оттенок. Коралловый. Это юбка и летняя блузка. Сейчас утро, поэтому посетителей мало. У меня как раз было время. Недалеко здесь была по делам. И зашла в универмаг в этот. Вижу еще одежду в ярко-розовом, самом модном цвете в этом году. Вива маджента. Пишите в комментариях, нравится вам такой цвет. А в следующем году, в 2024, по версии Pantone, самым модным цветом будет абрикосовый с оранжевым подтоном. Из персиковой гаммы в более коралловой. В прошлом видео мы с вами подбирали одежду к моей сумочке в ярко-розовых цветах. В комментариях хорошие были советы, что нужно взять с собой брелок от сумки, хотя бы, чтобы можно было сопоставить цвет. Хорошая идея. Мне она не пришла в голову. Здесь тоже красивый, яркий розовый цвет. Мне такой очень идет. Он не будет сочетаться с моей именно сумкой. Но не важно, просто красивый цвет, яркий. Можно и с другой сумкой сочетать, если понравится модель. Эмпорио Армани марка. Посмотрим, что на манекенах. Платье длинное, но не совсем макси. На этих манекенах что-то поинтереснее, по-моему, для лета. Необычные шляпы и юбка на бретельках. Или это юбка-брюки. Необычный веер из дерева продается. А в этом отделе уже написано сейл, скидки и распродажи. Давайте спустимся на второй этаж и посмотрим новинки. В косметике, что продается в бренде Канебо, сейчас можно увидеть уже образец лимитированной пудры Milano Collection. Вот он, который будет продаваться только с ноября месяца. Обычно они выходят к рождественским праздникам. Посмотрите, какая красота, какая пудра. 2024 год Milano Collection. И парфюм тоже в этой коллекции выходит с октября месяца написано. Ой, какая красота. Необычный дизайн. Предыдущие годы пудры с ангелочками, с детьми. А это, кстати, очень редкая будет коллекция. Коллаборация с известным японским художником по персонажам Йошитака Аману. Он делает иллюстрации к видеоиграм Final Fantasy. Milano Collection выпускает в двух версиях. Люксовый, который продается в Department Store, в дорогих магазинах. Называется GR. Ждем осени и вот эту красоту. Декоративная косметика Канебо. В принципе, в прошлом видео тоже мы с вами видели. И слева уход для кожи, умывания, кремы, лосьоны. Вот это очень хорошее умывание. Мне нравится Comfort Stretch Wash. Называется. И масло для удаления макияжа. Потрясающе. Она очень легкая, хорошая. Водостойкую тушь даже удаляет с глаз. Вот это вот SPF защита от солнца для лица. Водостойкая, очень хорошая. Ее, кстати, можно использовать как праймер под макияж с сиянием. А это самая популярная защита от солнца, которую только что я вам показывала. Will of Day. Когда только она вышла, ее невозможно было купить. Настолько была популярная. Уходовая косметика от бренда Est. И Decarte. Посмотрите, сколько здесь премий в Decarte. В основном все в линейке липосом. Сыворотки. Посмотрите, сколько косметических премий получили. Крем. Декоративная косметика Decarte. Тоже вам показывала. Кремовые тени и помады. Очень хорошие. Здесь Shiseido и люксовый бренд Kledo Pop. Вот эта линейка новых жидких помад. Матовые, глянцевые, блеские. Она сейчас очень популярная. Посмотрите, здесь несколько цветов только распродано. Но я недавно была в другом магазине. Там не было ни одного оттенка. Все было распродано. Представляете? Здесь, видите, есть наклейки Out of Stock написано. А в том магазине не было наклейки. Когда я спросила, оказалось, что все распродано. Такое часто бывает с популярными новинками. Когда выходит средство, если оно пользуется популярностью. Невозможно купить несколько месяцев. А здесь хайлайтеры, бронзеры, которые в прошлом видео тоже мы с вами смотрели. Румяна с сиянием Kledo Pop тоже очень хорошая слева. У меня есть два оттенка. И вот такая пудра с сиянием. Хайлайтер тоже есть в моей большой косметичке бьюти-блогера. Хорошая косметика, действительно. Давайте покажу вам еще раз кейс вот этот невероятный и красивый. Он обновился. Похож на старую вирусию, но с более закругленными углами. Переливается в красивые грани, как у драгоценного камня. Шесть цветов сейчас в продаже. Светлые оттенки можно использовать как хайлайтер. А самые темные, вот такое, например, как бронзер. А это тональные кремы в красивых золотых баночках. Addiction косметика. Очень хорошие тени, румяна помада. Зашла в Шанель. Посмотрите, вышли в продажу новые лаки для ногтей. Полностью обновились все цвета. Я в последнее время пользуюсь вот такими ярко-розовыми. Ярко-розовый называется Диво. А есть еще один вот такой, 139-й. А Диво 143-й. Какой вам больше нравится? Для лета, наверное, 143-й. На нижних этажах продаются деликатесы. Так хочется сладенького. Так как я уже похудела, можно иногда себе позволить. Вот в эту марку иду японскую. Посмотрите, столько людей. Ну, есть чемоданы, потому что здесь станция Токио. Телевидение что-то снимает. Наверное, интервью хотят взять. Девушка стоит с микрофоном. Так, пирожные, друзья. Вот этот японский бренд производит невероятно красивые пирожные. Посмотрите. В форме яблока, клубники есть сейчас. А до этого я покупала еще в форме груши. Притом они со вкусом именно этого фрукта. Ну что, берем яблоко, клубнику. Есть еще другие пирожные. Чизкейки и с шоколадом. Показываю вам название марки. Если будете в Токио, попробуйте. Еще до середины июня с манго продаются. И вот такие чизкейки. Ни у нас здесь новинка. Зашла еще в один магазин. Давайте посмотрим очки. Опять мне понравилась вот эта модель Шанель. Что скажете? Пишите в комментариях. Она с цепочкой. Стоит, правда, в два с лишним раза дороже, чем обычные очки от Шанель. Но красивые. Померила еще один вариант. Это новая коллекция. Здесь другая цепочка. Я ее неправильно надела. Ее нужно носить вот так. В этом сезоне носят так. Получается, как будто это украшение. Бусы, которые прикреплены сзади. За ушами. То есть здесь вроде как и серьги. И ожерелье в комплекте. Форма круглая. Вот такие очки. Консультант показывает. И еще один померю. Последний. Похоже, мы с вами видели в прошлом видео, по-моему. Да, я примеряла. Па-ба-бам, друзья. Покупочки. Давайте смотреть, что купила. Очки выбрала. И лак для ногтей. 143 оттенок Дива. Обновилась полностью линейка Шанель. Лаки для ногтей. В Японии с июня месяца начало продаж. Никаких очередей не было. Лаки для ногтей вообще, по-моему, популярностью сейчас не пользуются. Все в основном делают гель. В Японии во многих салонах обычным лаком даже не красят, а только гель можно сделать. Но я пользуюсь лаками. А раньше я делала гелевые ногти, но у меня очень портятся ногти. Может быть, стоит попробовать еще раз. Наверное, сейчас более уже хорошие гели. Но сейчас пользуюсь вот такими лаками. Ярко-розовые цвета мне нравятся. Далее пробники. Уходовая косметика от Шанель и от Диор. Я не люблю. Мне не нравятся текстуры и ароматы. Но, может быть, попробую еще раз. Давайте распаковывать, друзья, очки. Что я выбрала? Фа-бам! Такая коробочка большая. Долго я искала очки. В нескольких магазинах была. Вместе с вами. В прошлом видео тоже смотрели. Ммм, какой красивый кошелечек. Надо же. Выбрала самые дорогие, наверное, очки. Из всех, которые были. Но они мне больше всего понравились. Что поделать? Я очки ношу долго. Покупаю их редко. Не коллекционирую их. Выбираю то, что мне подходит к форме лица. То, что комфортно. Ну и, конечно, то, что модно сейчас. Луи Витон очки, которые я часто ношу, они в коричневом цвете. Эти я выбрала в черном цвете. С золотой фурнитурой. Приглушенное золото. Наверное, это бежевое золото. По крайней мере, ювелирные украшения в Шанель называются именно бежевый. Фирменный золотой цвет. Оно приглушенное и не блестящее на этой модели. Ну, совсем матовым, наверное, его назвать нельзя. Вот такие вот очки. С тонкими тушками, они достаточно легкие. И в комплекте у них есть цепочка, которая упакована вот в таком вот кожаном кошелечке, который вполне можно использовать. Посмотрите, для каких-нибудь карточек. Когда берешь с собой очень маленькую сумку, закрывается на магнит такой кошелечек. И вот цепочка декоративная, очень красивая в стиле Шанель с продернутым кожаным ремешком внутри. Черного цвета и металл тоже. Цвет шампанское, очень нежное, приглушенное золото, не желтое. С этой стороны камелия, жемчужинка и логотип Шанель. Цепочка и с обратной стороны тоже Шанель логотип. Сердечко и вот такие вот буквы. Шанель, кристалл прозрачный. Ну, в общем, получается, что это полноценное колье, которое можно носить отдельно, сцепив два замочка. Вот таким образом. Прикрепляется к очкам. Вот здесь есть специальное отверстие на дужке. И вот такая красота получается. На этой модели колье носится не вперед, как ожерелье, а назад, под волосы. И, получается, свисает по бокам. Очень красиво. Как называется такое украшение для очков? Кто знает, пишите в комментариях. Оно, кстати, функциональное. Если нет чехла для очков, можно скинуть их, и они повиснут просто на этой цепочке. Сейчас опять в моде. Такой аксессуар, цепочка для очков. А раньше, я даже не знаю, в какие годы это было в моде. Можно было видеть в фильмах. Наверное, 60-е. Разные сертификаты лежали. И удивил меня вот этот кошелек. Очень качественный. Вполне его можно использовать. Вот такая покупка в этот раз в бренде Шанель. Скоро выходит новая коллекция. Буквально на днях. Планирую зайти посмотреть в бутик, что нового будет. Выпьем чайку вместе с вами. Merci Milfua. Тысяча раз спасибо. Черный чай ароматный. Давайте открывать пирожные. В коробку кладут лед. Посмотрите, как закрепили. Из плотной бумаги сделаны формы. И прикрепили их скотчем, чтобы не двигались внутри. И сохранили форму пирожные. С каштаном классический Монблан. Яблоко. Оно должно быть тоже со вкусом яблока. Сейчас попробуем. И клубничка. А груша, наверное, сезонная. Получается, я его пробовала осенью. Очень вкусная была. Какая красота. Хорошо, что я уже похудела. И иногда можно позволить. Такой десерт сладкий. Чай, друзья, жалко, что не передается аромат. С цветами, с белым персиком, с клубникой, с малиной. Очень ароматный. Посмотрите, какой красивый японский чай. Черный, зеленый. Марка называется Loupisia. Ссылку я оставлю внизу под видео на магазин, где можно приобрести с международной доставкой. Кому хочется попробовать такой чай. Ну что ж, давайте дегустировать. Монблан красивый. Клубника и яблоко. Какой бы вы выбрали? Пишите в комментариях. Попробую с клубникой. Оно мягкое. А внешне смотрится таким глянцевым, как будто это карамель. На самом деле нет. Внутри мусс клубничный. Вкус тоже в клубнике. Вот такое пирожное внутри. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. На этом я с вами прощаюсь. Жду ваших комментариев. И до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok